Погода в море имеет огромное значение и от нее зависит не только скорость судна и расход топлива, но иногда и наша жизнь. Глобальные прогнозы погоды по региону все суда получают через Инмарсад-Си. Прибрежные погоды передаются через Нафтекс, а в некоторых регионах по УКВ. Существуют и другие погодные системы, такие как, например, Weather News. Ими обычно пользуются фрахтователи. В этом видео мы рассмотрим прогнозы от Shift Performance Optimization System Meteor Group, которые обновляются ежедневно по e-mail, что очень удобно. Разумеется, вы можете прочитать мэниуал и разобраться самостоятельно, но можете посмотреть это видео. Постараемся максимально подробно разобрать этот процесс и первое, что мы делаем, вставляем флешку и копируем роут из Эгдиса. Переходим в план, затем Manage Date, выбираем роут, загружается, выбираем наш роут, для этого ставим напротив него галочку. Нажимаем на экспорт, у нас появляется USB, сюда и копируем. Теперь этот роут необходимо отформатировать в Voyager. Заходим в Planning, Road Information, выбираем Open Road, находим то, что мы загрузили и открываем. Мы видим, что наш роут загрузился и заходим в Send to Spost. Ждем, пока загрузится. Спост загрузился. Теперь мы выбираем наш роут, он в данном случае выделен и переименовываем его. В названии желательно указывать номер рейса, так будет проще потом найти. Нажимаем экспорт и сохраняем наш роут на флешку, после чего выходим из программы. Теперь переходим на компьютер, где установлен спост, которым мы пользуемся. И начнем с заказа карт. Для этого сначала заходим в общий регион, а затем в нем подбираем необходимые нам карты для перехода. Они отображаются в виде прямоугольничков и, если выбрали не ту, всегда можно заменить. Заходим в Subscription, сохраняем и позже отправим заказ по адресу, указанному на подсказке. Карты по регионам дают 9-дневный прогноз. Более локальные и в то же время более точные карты дают 5-дневный прогноз. Причем вы можете выбрать, во сколько эти прогнозы будут обновляться. В 0 UTC или в 12 UTC. Обновление можно заказать и каждые 6 часов, но на мой взгляд это уже перебог. Теперь заходим в настройки, Weather Update и задаем адрес, из какой папки будет обновляться Спос автоматически. Когда вы заказали карты, вам придет сначала подтверждение, а затем начнут приходить и прогнозы. Аттачменты которых необходимо сохранять в этой папке. Это можно делать путем простого перетягивания, а если там есть уже предыдущие прогнозы, то их необходимо просто заменить. После того, как вы это сделали, нажмите Update Forecast и прогнозы обновятся. Теперь нам необходимо загрузить роут. Для этого заходим в Input, нажимаем Import и с нашей флешки загружаем подготовленный заранее роут. Он сохранится вместе с другими роутами. Нам останется лишь найти его по названию, выбрать и нажать Роутинг. Теперь мы выбираем дату и время отправления, после чего нажимаем Start Voyage. У нас появляется роут, затем появится много ненужной информации, в которой просто нажимаете Next. Единственное, что нужно выставить, это Adjusted Speed. И когда все это выполнено, мы увидим судно в порту, ну или в той точке, откуда начинается ваш роут. И если ваш спос не связан с GPS и не получает координаты автоматически, то необходимо заходить в Voyage Update и вручную вводить время, в данном случае нажали Now и координаты. Когда все это выполнено, нажмите Next. И спос начнет просчитывать оптимальные маршруты, согласно имеющимся прогнозам. Из предложенных маршрутов выбираем тот, по которому пойдем. В данном случае Original, совпадающий с Room Line. В левом нижнем углу выбираем SHIP. Задаем частоту обновления прогнозов. Мы поставим 6, хотя можно поставить 1, 2. И в ручном или автоматическом режиме начинаем движение. На картинке вы увидите направление ветра, а также высоту ветровой волны.